АМ блинками уходит, и он отсюда уйдёт. НЕ! АХ! Замахивал всё же бутей. Как же близко было, как же было близко. Да, подмапа кубает Монтастайл. Да, ну и вот он, пожалуйста, это подмасала сложная, которая Аквилов из барабана Монтастайл, 3-2-1, Крипстат, ну очень хорошо. Собственно, фаник вылез. Фаника сложная, да, нетворс больше, чем у квапы на 2,5 тысячи. Ну, вообще, конечно, у хвоста всё мега шикарно, на 5 тысяч он нам гоняет, антимага по Нетворсу. И бай-экшн пак гирокоптер хвост. Ну и весёлая дота у нас, согласитесь. Да, весёлая начнётся сейчас, когда будет ближайшая драка, когда гирокоптер включит флэг и убьёт всю команду. И все умрут, да, просто? Просто все умрут, действительно. Ну, а им нечем отбиваться, просто бомжи сейчас, суппорт у команды Кайпи. Вот недавно мне, кстати, писал товарищ, мол, как проверить суппорта, вот, ну, просто потестить. Мы ищем себе суппорта, какие параметры основные вы можете выделить. Вот у меня он спросил. И я вспомнил то, что мы с Эммейтом очень часто обсуждаем. Чувак, если на 30-ой минуте у тебя должны быть шмотки. Да, я ему так и написал, что если у него на 30+, там, на 40-ой минуте нифига нету, всё, забейте на него, ну, то есть, в бантолку от него не будет никакого. Да, он должен покупать ворды и много не умирать. Это умеет любой дурак. То есть, покупать ворды и бегать там лес, фармить. То есть, просто там не подставляться, ставить ворды, что-то там иногда гангать, это не так сложно. Ещё и ловить моменты, когда твои кэри там побежали на базу, чтобы нафармиться или что-то. Да, выйти на лайн подфармить, в лесу где-то подхалявить. Тем более, система ассистов, опять же, да, денег за ассистов, она даёт нормальный буст к деньгам. Но, блин, тогда надо гангать. Атимак! Ой, хорошо, на хвостах! Хвост! Кулдаун! Вот он, кулдаун! Тернел Энви проседает. Хук! Вытянул Бэй на Дэнди. Там квапа ультанула. В итоге у нас квапа умерла. Тупи её разбил. Дэнди просто идёт в атаку. Дэнди просто идёт в атаку. Это тут же. Рудэ. КВ манфуе. КВ мало, кстати, сейчас аутов, да, и он умирает. Мало аутов. У него реально было очень мало аутов. Дэнди! Дэнди умирает! Последняя свечка залетела, да ладно! Он не думал, что она его сможет добить. Не засуицидился. Но, в любом случае, 4 минуса сделали ребята из команды Na'я. Потеряли одного Дэнди Мона. Да, и на этом... Ну и мы видим, что... Заканчивается мид у команды на кайпе. Тернал Энви. Там монтирует. Но монтирует так посерьёзно. Кстати, Куроки и Фаник мы видим здесь. Вбегают от этих иллюзий. И птички Куроки тут тоже помогают. Да, Na'Vi, скорее всего, эту игру выигрывают. Na'Vi эту игру выигрывают, причём в очень-очень прикольном стиле довольно. Ну а дальше будет ещё один супер матч. Na'Vi Maus. Да, и, конечно, вроде антимаг сейчас на что-то способен, но мы видим, что этих там 1500 хп не хватает. Ну вот смотри, он прыгнул только что в драке. Юзнул Монта Стайл, начал бить хвоста. Хвост из драки вышел фулл мана, фулл хп. Просто. Вот вообще на пофиг. Не, ну это же хвост. Ему можно. Не, ну вот, да, это хвост. То есть хвост, вот там уже потерпляю у него там на подходе уже, хвост, в принципе, я вообще ничего не пытаюсь. Дэнди там, я слышу. Да, 23-12, пользу Na'Vi. Есть антимага. Кстати, кстати. Антимаг! Успевает! Последний тик на нём висел. Да ладно. Его только что Дэнди грызли вместе с Пупеем, повесили на него урну. И там реально последний тик, и он делает типа вот под фонтан. А, ну я вижу, тут люди уже действительно в твиттере начинают признаться в любви этому Пуджу. Зачем? Просто Пудж, Пудж как Пудж. Nothing special. Да, типа. Бывали и получше, бывали и похуже Пуджи, да? То есть то такое. Пишут, да, не повезло нам с рарками сегодня. Это определённо факт. Потому что... Ну, там всего 104 рарки разбили. Ну, каст. Да, да, да. Если бы мы разбили 800 рарок и выпало 4 мификала, это да, это было бы не весело. Нет, понимаешь, просто у тебя сейчас... Разбили 104 рарки. У тебя просто сейчас стриг реально из 26 или 27. Нет, у меня 27 рарок стриг без... И у меня вот сейчас уже тоже 27 стриг. А, вот, пожалуйста. У нас на двоих сейчас 54 стриг без не единого мификала. Без мификала абсолютно. Нет, я сегодня день начал с 26, потом мне быстро 2 мификала упало, и сейчас 27, опять-таки, подряд. Так, какой в жопу фон? Вы что, издеваетесь? Кого-то звонит в телефон. Кто говорит? Слон. Куда дел... Кстати, что это за фигня? Что? А, кстати, куда делается эта фишка? Её, кстати, нету с вчерашнего вечера. Вот это вот, Dota 2 Observer Tools. Да, я только хотел там потроллить с телефоном, но... Надо писать, сам знаешь, кому. Пиши. Пишу. Уже пиши ему. Как я ему всегда пишу? IceFrog, it's impossible to cast Dota 2. Да, да, да. И он сразу, что случилось? Не, и он сразу, действительно, он отвечает тебе моментально, если ты ему пишешь что-то такое вообще мега жесткое. Вот прям пипец, прям... Вообще жопа. Катастрофа, катаклизмы, наводнения там и так далее. Вот тогда он реально быстро отвечает. А так, да, он там типа, ладно, thank you for your submission и всё такое. Поехали. Go us up. Ладно, всё, поехали, действительно. FANIC пошёл в атаку, просто я вижу, сейчас вместе с пупеем. Это очень серьёзная атака от FANIC и Пупея, я прям чувствую. Ладно, здесь Дэнди, Курок и, конечно же, Хвост. Хвост, который просто-напросто... Просто-напросто у него на 6000 нетворса больше, чем у антимага. Да, ну на слот, на хороший, хороший, добренький слот. Бутерфляй. Да, ну Бутерфляй, например, на этом живот. Раздувается Хвост, просто чтобы добить Тауэр. Там у Дарксира, просто посмотри, половина здоровья. Он просто пробежался рядом, и всё. О-ка, мин в пиле, да. Там стянули всех на стенку. Дэнди, проблемы у Дэнди. Дэнди, БКБ, нет, проблемы у Бон-7. Он сгорел. Культует БКБ. Ну да, мы все просто, БКБ, Синкси. Тоже сейчас, скорее всего, отъедет. Дэнди выбирает наиболее удобную позицию, ловит хвоста. Я слышу уже ругань в сторону хвоста, которая раздаётся у них там в TeamSpeak. И вот сейчас мы видим падать также Бон-7. Пошла куча байбэков. Бараки по-прежнему стоят. Там Антимаг, кстати, ломает линию. Антимаг уже сломал лайн и делает ТП на... Ну и ультанул он, конечно, сейчас. И что, будет его добивать? Да, он без маны и до свидания, Антимаг. Есть линия. Да нет, чё, до свидания, Антимаг. Антимаг-то уходит здесь, в том-то и прикол. Бай-бай, Гирокоптер, КВМ умер. А, тут уже все рядом, в том-то и дело, что с этими всеми рядом уже можно продолжать воевать. Там, кстати, Сентрик стоит, поэтому должны были видеть и Куроки, и Дэнди, естественно. Ну, разменялись лайн на лайн. Хотя без мида, мы видим, стоит команда Кайпи, так что у них не хватает двух сторон. А вот у команды Нави пока только одной. Да, вот такая вот у нас заруба получилась. Куча байбэков была только что потрачена. Но байбэк сделали все, кроме Антимага, у команды Кайпи. Только АМ не сделал байбэк. Да, ну АМ зато снес линию. Что Нави, опять-таки, вчера они против 4FC тоже линию потеряли. Так, короче, плевать, неинтересно. Линия это такое. Чё, тут так все мигают на этого Антимага. Полетела стрела на Эншентов. Она не долетела, пиксель. Просто пиксель. И ты понимаешь, что это была бы смерть Антимага без байбэка. Да, но это ГГ было бы. Да, и этот пиксель просто решает. Значит, Нави не особо парятся. Они все равно перетягиваются пятером на топ. Последний на этот раз бежит Дэнди. Дэнди с лакой. Там что-то ему летит, что ли, в курице. Да, ему летит форстаф. А нет, пупейский форстаф. Дэнди летят тревела. Вот так вот. Так, ну и Антимаг уже допушивает, скажем так, этот лайн. Он сейчас поубивает здесь всех крипов. Летит очередная стрела. Куда-то от фаника только что. А, он туда ее закидывал. Ну и что? Куда дальше идти Антимага? Дальше ему идти некуда. Потому что стоит Тир-2 по центру. И стоит Тир-2 на ботом лайне. Как-то бы завыкдорить, но нужно больше дэмэджа. Ну что, пошли нави заканчивать игру. Ну и сейчас, я думаю, будет, скорее всего, последняя драка этого матча. Заходит хвост. Хвосту абсолютно плевать. Тут у него еще имеется волк. Вот хвосту достается сейчас основательно. А Джору его, кстати, такой. Дэнди. И вытягивает он Синг-Синга. Минус Синг-Синг моментально. Дэнди в БКП побежал дальше. Вгрызается Билли и дает. О, интернальный поэнер, что его... Тычки не хватает, тычки не хватило только что Бэйну. Но приходит здесь Пупей, капает Бэйна. Да, Пупей очень классно делает здесь. Пупей вообще всю игру отыгрывает просто шикарно. Тут не поспоришь. Ну, Пупей 6-2-11 стата. У него действительно одна из лучших статей. Хотя там все нави принимали участие в драках. Видимо, хвоста 5-3-12. 7-5-12 тоже у Дэнди. Вот Куроки и Фанник только особо не воевали. Но, тем не менее, это нечую. Просто хвост расстреливает пацанов. Да, вот вроде на моем щелкнул только что Никса. Но это был один Никс в обмен на всю его команду. Гэгэй пишет. Этернал Энви и это действительно... Да, и нави выигрывает свой 11-й матч в сезоне. А Кайпи проигрывает 5-й. И опять-таки все веселее у нас становится турнирная ситуация в верхней части турнирной таблицы. И вот я вам сейчас показываю, как изменилась турнирная таблица. Тут под фонтаном, конечно, очень весело, что происходит. Но там Мауза ждут. Гэгэж было написано, почему Кайпи не левает. Да давай, Дота, Реф. Все, и победа. Ах! Чуть-чуть хватило. Ну там уже сейчас трону пойдет все равно через минуту. От силы. Макропила, как уроки. Дота, Реф, Виннер, Радиант. Опа! Какое жесткое. Пожило. Пожило. Турнирную таблицу показываю вам. Нави. Остаются третьи. 33 очка Кайпи. Шестые. 7-5. Нави Маус. Следующая игра. Короткая рекламная пауза. 5 минут, потому что мы уже опаздываем. И мы вернемся на игру на Маус. Далеко не раз... Шестой сезон. Легендарная серия StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс лан-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Дота 2 клиент. Эксклюзивный StarLadder Hood в подарок. Билет уже в продаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Мобильный, как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет ультрабук-трансформер. Он не просто изменяется сам. Он меняет все. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Через Dota 2 клиент Эксклюзивный StarLadder Hood в подарок Билет уже в продаже Ну что же, ребят, очень короткая пауза И мы возвращаемся на седьмой матч На четвертый матч сегодняшнего дня Na'Vi, Ma'Vi Турнирную таблицу я вам показываю перед этой игрой Na'Vi 13 матчей, 11 побед, 2 поражения Ma'Vi 7-4 Если Na'Vi сейчас выиграет и Ma'Vi Зоу они сделают с ними точно то же, что сделали только что в Скайпе Я вижу у Каспера Dota в бешеном разрешении Ничего страшного Я сейчас с этим быстренько разберусь Так, что у нас непосредственно по игре там интересно происходит? Пуджей не видно? Пока нет Почему? Непонятно Где Пуджи? Что за произвол вообще? Что за отсутствие дисциплины? Больше Пуджей Хочу больше Пуджей Больше Пуджей, конечно Так, все хотят Пуджей, в том-то и дело Да, ну, если за канал Пудж Чё, 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 чё бы его не продолжать брать, да? Ну, Пудж, скажем так, не за канал Там Пудж был такой себе посредственный То есть он... Просто обычный был Пудж Просто обычный играл Вообще классный был Пуджи, не понимаю Всем должны, они нравятся Пуджи вообще... Там кто-то писал, что он влюбился в него Кто-то писал, что Калим и Пудж А потом Синг Синг после игры написал в этом, собственно, в Твиттере Что ужасно страшно было стоять в миде Стрелы, хуки, найксы летающие Вообще, говорит, издевательство какое-то Не дали мне, собственно, спокойно там пожить Ну и понятное дело, что... Напрягли так очень плотно, собственно, Синг Синг Прям жорсткие они Ну, посмотрим, что будет в этой игре Мы видим Дарк Сир, Гирокоптер и Шэдоу Демон У команды Маус Ник Сквапай Чен пока у Нави Да, ну и пики вот такие, достаточно серьезные Видим, Пупей забирает сильнейших героев для своих игроков Ну и... Мауза, я думаю, тоже просто так и намерен издаваться Ну, мы видим, что в бане Найкса четвертым баном летает Найкс Визаж Рубик, такие Нави Heroes Ну и что же будет, собственно, четвертым пиком от Пупея Против Маузов тут уже посерьезнее, понятное дело, настрой И я уверен, что там, да, два человека играли из Америки И... не тот Что там? Я имею ввиду, что и пинг не такой, как бы, наверное, хотелось У парней из Кайпи, а вот Мауза уже посерьезнее оппоненты будут Я имею ввиду в этом плане Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Тееек Клаквург Кстати, а, Дарксир уже в пике, да Отлично, вот я вижу Клакерка, у меня сразу ассоциация Клакерк, Дарксир в сложную Да, ну, потому что это я... потому что это моя любимая связка просто И потому что китайцы... Если бы у них еще было по-моему Китайцы умеют ее юзать, и все Представь, если бы у них было по-моему еще сверху Чувак, а еще, чтобы был этот, Шедуприст Вот что-что, а Шедуприст как был всю жизнь моим любимым героем, так он им до сих пор и остается Как тебе? Ну, нормально Нормально, спектра Ну что? Последние баны Хотел сказать, последний пик, как всегда Последние баны, команд Опять-таки, в миде Дэнди будет играть на Квапе Подожди, тогда не хватает героя у нас, собственно Для хвоста Для хвоста героя Что же это будет? Так, ладно, что там у нас? Пугна! Отличный бан вообще Просто шикарный бан, пугный Я вообще не понимаю, почему И типа, ну вообще Кастующие такие пацаны, может быть, из-за этого испугались Хрен его знает Розовый гусь победит Не, ну, розовый гусь силен Я слышал А, это однозначно В доту играть умеет И все такое Оооо Ну, вот этого пацана Вот этого пацана мы видели Но, вообще, классный пик Мне очень нравится Некролит Это будет фармящий Некролит Потому что фармить некому просто Ну да Понятно Это будет фармить на Некролите Да Это будет очень круто. Это будет очень круто. Мауза на спектре смогут ли? Ну, тут опять же, опять же... Аганим спектра байбэк не может сделать. Это классно. Аганим нужно нафармить. Ну, это да, это минус. Ну, для хвоста это такое, в принципе. Не, то, что они делают фармящего некролита, это хорошо. То, что отсутствует у команды Na'Vi керри, это плохо. У них действительно нету керри вот такого, который был бы просто... Вот керри, он и в Африке керри. А здесь... Ну, из хлопы, конечно, можно пытаться что-то сфарганить. Но... Хлопа это не спектра, скажем прямо. И повоевать она не может с таким героем на равных. Опять же, там еще и гирокоптер, ко всем прочему. В общем, если Na'Vi затянут, то шансов у них немного. Так что такие вот пироги. ancient operation. Ancient operation. Отключаем некролита опять-таки. То, что надо как раз. лана дель Андрей. Да, в принципе, по ролям все понятно. По героям также все понятно. Будет у нас сейчас масс аганимы. Предвкушаю аганимы там на Дэнди, Фанике и Хвосте. Также вот у команды mouse sports. Он обязательно будет на ancient operation. И, возможно, мы увидим его еще на Койкве. В общем, аганим становится достаточно... Поехали. Поехали. Поехали.